Однозначно надо принимать обязательно какие-то меры, не выходить и стараться не общаться, как можно выдержать вот этот момент и проявиться. Значит, надо лечиться, не продолжать работать. В принципе, нас прямо в самолете проверили тепловизорами, вот сотрудники, которые приписаны были к этому, проверили, вроде бы ни у кого не было температуры. Потом в аэропорту два часа через фильтр пропустили, там были медики, брали кровь и мазок сорта, в общем, собирали анализы со всех пассажиров. Я думаю, что это же неспроста делается, есть опасения, поэтому надо как-то стараться. Горький Юрьевич, что бы Вы посоветовали людям, которые попали в такую ситуацию, у которых там есть подозрения, у них температура, у них сухой кашель, и они вот по какой-то причине не хотят ни на карантин, ни самоизолироваться, Ваш личный совет, чтобы предостеречь людей? Ну, Вы знаете, это прежде всего неуважение к своим близким, к своим друзьям и к своим коллегам. Как же так? Да вообще к своему народу, можно так сказать. Если есть проблема, и она не выяснена, надо подождать какое-то, дается две недели время для этого. Я думаю, что надо набираться терпения и не творить глупости. Продолжение следует...